Стопгейм По замечательной игре Диабло Как мы обещали, мы снова проводим ностальгический стрим, который призывает к тому, чтобы вспомнить, какие замечательные были игры раньше, показать вам их, может, кто-то еще не видел, и пообсуждать все это вообще Да, и конкретно сейчас мы видим художественную интерпретацию Да, конкретно сейчас мы видим просто потрясающую гифку Да, я даже не закрыла, я сейчас прочитаю, кто это Это замечательная анимированная гифка от художника Дейна Фаггерхольма Вот, между прочим, нарисовал он ее полностью вручную Мы выбрали именно вот этого человечка, потому что, по моему мнению, он больше всего похож на Диабло, поскольку он красный Вот, а сзади там река, ну, будем считать, что это какая-то там река крови Ну, синий Ну, это вообще можно просто интерпретировать все как инверсию Диабло То есть Диабло это такой красный, маленький, миленький чувачок, относительно миленький Значит, синяя река горная, значит, это потоки, лавы Горы сами по себе олицетворяют себя там подземелья и что-то в этом духе Окей, ну что же, я предлагаю тебе, собственно, запустить игру Вот, а нашим зрителям объяснить, что сегодня играть будет исключительно Ваня Значит, причем по двум замечательным причинам Первая причина заключается в том, что, оказывается, Ваня не играл в первую Диабло О, да Именно поэтому он захотел участвовать в ностальгическом стриме Хо-хо, чтобы, типа, ну, якобы он, типа, очень любит эту игру Но, на самом деле, он никогда ее не видел Вот, в смысле, не трогал Вот, мы, значит, с удовольствием будем наблюдать с вами, как Ваня трогает эту игру И играет в нее первый раз в своей жизни Вот, а я, соответственно, буду сидеть на комментариях, читать их и общаться с вами, дорогие зрители Ваня, вводи имя Ввел имя И появился Фенский А ты кем играешь, кстати? Эм, воин Воин Ну, я не знаю, по-моему, для освоения игры, почему бы и не начать воином Там, если я не ошибаюсь, всего три класса, да? Угу Да, значит, по сравнению со всем, что мы показывали в прошлый раз, всего-то три класса, но зато каких Вот Ну, как обычно, воин Разбойница, которая стреляет, и волшебник Вот Значит, Ваня выбрал грубую мужскую силу и ближний бой Ну, удачи! Ну, собственно, точно так же, как я сделал во второй части Диабло Да Вот Значит, а, собственно, вторая, кстати, причина, по которой я, к сожалению, сегодня не присоединюсь к Ване в плане игры Это то, что у меня ужасно капризный и постоянно дарящий неприятные сюрпризы компьютер, который в последнее время решила вообще показать мне тут, типа, кто хозяин И, в общем, у него умирает блок питания, и поэтому мои игры, когда они запускаются, они, значит, меня перезагружают, и все очень плохо, и мы все крашимся, и, в общем, печаль Вот Ну, это не помешает мне читать ваши комментарии, поэтому вы, пожалуйста, пишите все, что вы думаете о нас, об игре Вот И, собственно, на какие темы мы сегодня можем порассуждать Значит, ну, во-первых, Диабло, это вот она первая перед нами, да, то есть это истоки, так сказать, и жанра, и эпохальной классической серии Вот, значит, ну, Диабло второе, как бы, мы обсудили в тот раз Тем не менее, мы еще вспоминали и про треть Диабло, которая сейчас вот была бета-версия, да, там находились в комментариях некоторые товарищи, которые не были согласны с нашим с вами мнением по поводу, собственно, бетки Поэтому, если вдруг у кого-то тоже есть какие-то по этому поводу соображения, пожалуйста, высказывайтесь Мы всегда можем продолжить рассуждение Абсолютно, конечно, срач приветствуется, да Ну, и вообще, там, как у вас дела, вот, у нас, кстати, вот тут вот в Москве голубое небо, наконец-то кончился дождь, вот, кошки уснули, и, ну, прямо благодатное время, я считаю, для проведения стрима Так Тем временем я начал рубить первых монстряков и, по ощущениям, точно так же, как и во второй части это делается Да Подошел, закликал, пошел дальше Ну, собственно, да, тут, как бы, много хитрости не надо Как мы еще, пока не выйдя в эфир, обсуждали это, Ваня, я очень хочу, чтобы ты снова озвучил свою мысль по поводу кучек А, кучек, да, золота, мне сильно нравится, как вываливается золото, ты на него наводишь мышку, а там одна золотая монета А рисуется Да, это все равно гигантская куча просто, да, это очень здорово Я, кстати, вот сразу прокомментирую одну из записей, у нас тут один из зрителей сетует на то, что, к сожалению, по времени у него уже час ночи, и он не может нас посмотреть Но мы уверяем, что появится обязательно запись того безумства Будет запись Да, да, которое сегодня мы сотворим, поэтому не волнуйтесь, спокойной ночи Можете оставить парочку интересующих вас вопросов, например Да, да, мы тоже с удовольствием ответим, вот, и вы это все потом просто посмотрите в записи, ну, к сожалению, там не сможете, не знаю, может, вступить с нами в полемику, но ничего страшного, я думаю Ну, такова жизнь О, да Так, тут, конечно, пошли уже всякие копипасты, какие классы персонажей Господа, Википедия у меня тоже открыта Я решила уточнить, насколько я там все хорошо помню в этой первой части Оказывается, я помню все достаточно хорошо Ну, скажу тем, кто как бы не в курсе, а может быть и тем, кто забыл, что игра эта вышла аж в 1996 году, вот, которую вам сейчас Ваня показывает Да Вот, я думаю, что, наверное, некоторые, может быть, наши зрители тогда, их еще не было в живых Вполне возможно То есть, есть такие, наверняка, категория, вот, а кто-то ходил под стол пешком и, не знаю, какал горшок, вот А что делал ты в 1996 году Маня? Эм, я, наверное, уже ходил в школу вовсю и Наверное? Ты не уверен? Я не уверен, да Ну, нет, я наверняка вовсю ходил, да, я ходил во всю школу и Во всю школу? Во все школы Залеко Округи И все обошел Выбрал ту, которая мне больше всего понравилась и в нее и ходил регулярно И они были не против, да? Да, и они были не против, но тогда я не был таким Каким? Не знаю, наркоманом, каким я являюсь сейчас, тогда я был маленький, милый мальчик Ты школа делала из тебя наркомана? Да, вроде того Способствовала, ведь? Ну, это была уже другая школа, потому что обучался я Начальная школа у меня была одна, потом средняя школа другая И потом заканчивал я уже вообще третью Вот так вот, такая сложная и запутанная история И вот третья меня и сделала наркоманом Отлично, признание просто такое Да Сразу вопрос, значит, от пользователей Клон 2 Ваня, Саша, а как вы относитесь к игре Сакрит? По-русски? Сакрит Я в нее немного играл, мне не понравилось и я забил А, я вообще ничего про нее не знаю, так что, окей Там я единственное, что помню, там были очень смачные крики умирания монстриков То есть прям как, вот мы в прошлый раз вспоминали милых дам, которые отдавали богу душу с яростными воплями И вот там все примерно точно так же делают и даже, наверное, еще сильнее Ну, годная игра Вот, и это единственное достоинство игры, которую я нашел Так, надо сходить и прокачать чего-нибудь Так, только меня пытаются убить Кстати, лава лапта, да, я его как-то Пропустил Ну, я даже не знаю Пускай будут жизни Вот, кстати, здесь есть люди, которые на шестом году ходили в детский сад Вот А я была Если 2000, если 2000 я закончила школу, то в 96 году по идее типа я ходила в 7 класс, да? Ну, около того Угу Окей Вот, а есть человек, который даже в этом году родился О, ну так совсем замечательно Да Да Если бы он еще родился в ту же, в тот же самый, ну, хотя бы месяц, например, что и Диабло-то было бы совсем знаменательно Прямо ой, ой Так, ну что, Ваня, рассказывай мне про свои ощущения, вот ты все-таки Так Так Двенадцать, шестнадцатилетней давности игру сейчас проходишь Какие твои ощущения, да, кстати, при 11-чку головы хуже? Ну, потому что я не вижу, что я собираю Ощущения у меня исключительно сравнительные относительно второй части Вот, и... Они смешаны, то есть с одной стороны есть приколюха Заключающаяся в том, что деньги, например, в инвентаре занимают определенное место И, насколько мне известно, у них есть какой-то лимит Да, по-моему, 50 тысяч На эту, как это назвать, ячейку То есть в одной ячейке не больше 50 косарей будет денег И, я так полагаю, на дальнейших уровнях это будет захламлять мой инвентарь И тем самым заставлять задумываться еще больше, что же мне брать с собой для продажи Что же мне не брать с собой и никак не использовать Что есть еще? Очень неудобно, что нечем подсветить выпадающий из монстриков лут разнообразный Но это такого типа пиксель-ханкинг, который, кстати, был очень модный в то время Особенно в крестах Орекс Армод 6 Главное все такое красное, у меня как-то подсознательно красное, это значит и понедельник Да, это во второй части они исправили в первой части То есть все предметы красные и такое ощущение, что все неопознанное, о господи Надо с этим что-то сделать Ты уже нахапался всего, то есть уже тебе надо как-то Вот опять же, как бы по сравнению с третьей части ни одного свитка Хрен знает, как теперь обратно здесь пешкарем надо Пешкарем топать Да, да, да Причем непонятно А, ну вот, вон туда наверх Только я не вижу, там есть выход нормальный или нет Я сейчас приду и при... Да, я пришел в тупик Но тебе бы хорошо, собственно, уйти, вернуться так Таким же образом, как ты сюда пришел Ну, так как я обычно хожу методом... Просто тогда у тебя на пути не будет ни монстров, ни... Вот я, кстати, насколько понял, здесь после перезапуска игры монстры не перепоявляются Почему появляются? А, ну... В этом и состоит вся прелесть того, что ты, короче, чтобы вернуться... Ну там, если я не ошибаюсь... Может быть, кстати, меня поправят, может быть, я вообще тут с катушек ехала и они на самом деле не появляются По-моему, они респятся, но, правда, не в таких же количествах То есть, например, там босны не будут респаться, ну, которые с миньонами бегают Ну, вот, кстати, человек отписался нам, что... С ником Разлом Про Третью Диаболу, что он тоже согласен с нами полностью про то, что не очень-то бетка выдалась Дисбаланс, там все дела, ну, в общем, то, что мы в прошлый раз обсуждали Ух ты, ё... Я рада, я рада, что у нас единомышленники И что? У Гризвальда... Ну, во-первых, приятно увидеть Гризвальда, который раньше был... Ну, то есть, мы его в предыдущей трансляции немножко-немножко убили Вот, а тут... А вот он еще такой живехонький Живехонький, да, и насколько я вообще понимаю, мы тут сейчас находимся в Тристраме Да Это, опять же, локация из второй части Вот, я просто вижу, что у него... О, ё... менюшки разбросаны Типа покупание простых вещей, покупание... Да, да, совсем, наверное Да, 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 даже и отдельно ремонт И все это текстом Ну, эх... В то время еще модно было читать, скажем так Видимо, да 17-летней давности Ну, почему я сейчас 12-й год, а на 11-16-16-летней давности? Народ, ну... Ну, там надо еще в зависимости от месяцев выхода посчитать раза Все равно больше не получится Получится меньше Так, а собственно, покупать я, наверное, ничего не хочу, потому что... Как-то нечего мне покупать Только я не понял, почему у меня... Вау, что я могу делать? Что? А... Как интересно мы живем Да А, денег не хватает Денег А на это хватает Ты продай пуски-то, нафига они тебе? А вот он их почему-то не покупает Значит, пусть это... Там кто-то есть, наверное, кто... А, ну, пониже сходи Там кто-то, видимо, из зелья продает У которого можно... Которому можно и вот эти вот предметы Уйди от него Ну, вот от Гризольда я ушел Иду левее Иду левее Иду левее Вниз, не вот сюда, вниз, а левее вниз Идем, идем Репин Белый старик, да, правильно Пепин Пепин Купить можно Это Пепин А, ну, Пепин Ну, вообще, Пепин какой-то Я только купить, можно ему продавать нечего Можно поговорить, но говорить с ним не о чем Ну, кстати, есть тут мнение Я пока его озвучу, пока там разбираешься Брошу Слушай, ну да, да, ты его выбросили А почему он их не покупал? Я не понимаю, что там Я не знаю Они, по идее, нормальные Ну, ок, ладно Подскажите нам, почему он не покупает посохи, этот чувак Да, и в следующую уходку до дому я их ему забагрю Окей Ну вот, значит, нам написал еще один наш пользователь, который Говорит, что тоже начал знакомство с Диабло со второй части Мне вот интересно, как так получается, что вот как-то со второй части Ну, это мы уже в прошлый раз немного обсуждали Ну, все равно это интересно То есть это очень странно, на самом деле Потому что, типа, она как-то была более старой или еще что-то Ну, то есть, ну, если я не ошибаюсь, у тебя как-то было просто поволе в случае, что, ну... Ну, да, у меня так получилось, что я сначала про Диабло почти ничего не знал А то, что узнал меня, не интересовало А потом, как-то ко мне попала вторая Диабло, и я ее узнала, и мне она понравилась, и я в нее стал играть Ой, смотрите, нам написали, что появляются после перезапуска игры все мобы и даже боссы Ну, что-то как-то я... в это мои слова верится, конечно, но может быть Вот, и, значит, соответственно, в комментарии речь идет о том, что атмосферность первой и второй части, они сохранены И, может быть, даже первая чуть более такая мрачная и темная Ты, кстати, не согласен? Первая, вот я на нее сейчас смотрю, она выглядит... не столько мрачнее, сколько здесь... Как бы это так сказать? Врагов не так хорошо видно Но ты имеешься, это просто гамма Да, то есть, гамма сама по себе темнее Игра-то вроде, ну что, бегаешь по теме Нет, гамма темнее, и из-за этого и играть таки помрачнее, типа все так... По второй части, я помню, бывали всякие там казематы заваленные трюпами Трюпами Это, знаешь, это сигнал того, что нужно переходить на другие эти... Голоса? Голоса, да, да Ну так вот А о чем я вообще говорю? Я о трюпах говорил А, значит, во второй части регулярно попадали всякие местечки и веселые штуки, когда ты захочешь, значит, в какое-нибудь помещение, а там сплошные трупы, там на дыбы натянутые, расчлененные, кровище все вокруг измазано А тут или я просто еще недостаточно далеко прошел, чтобы мне такие вещи показывали? Да, может быть Потому что, в принципе, на первых локациях-то в Диабло там тоже не особо запугивали У меня замечательно Александра, вопрос не в тему, но когда выйдет Half-Life 3. Ваши предсказания? Ооооооо! Я вижу! Предсказатель Александра Да, я вижу, я вижу, что... Козэ Я вижу, что этот... Гейб сидит, ржет над нами Он что-то знает Толстяки всегда что-то знают Да это прямо правило первого фоллаута Да? был там один а но он там был собственно не такой же толстячок то есть тайна книжки книжки что книжки я собираю книжечки просто наконец-то тут кстати еще смотри в чем фишка в том что а свитками не только а свитки от тактиков а это даже книжки вообще какие то книжки заклинать несколько семейки тоже да тут как бы я не только свитки опознавания городского портала но и типа всяких а то есть я не это ты пока не можешь тебе а то есть у меня маги это вообще одна 25 до тебе нужно прокачивать магию силу нам посоветовали о кай магия привет магия мочих вот вань очень интересный вопрос от наших зрителей значит а это относится к диаблу 3 не считаете ли вы что продажи вещей другим игрокам приведет к тому что игру убьет задротство и погоня за вещами и коридорной сцены в диаблу 3 простецкая боевка сделана ради копа асингл так для галочки да чёртого знает это уже на практике надо смотреть как там чё будет себя проявлять ну учитывая то что я посчитала диаблу 3 страны ммо как бы в принципе это логично в принципе я согласилась я вот например свое отношение к вещам выражают тем что мне наоборот всегда жутко нравилось что например я прохожу игру например варваром мне наваливают всяких добрых вещей там для волшебницы или для паладина или еще для кого нибудь я начинаю проходить игру соответственно волшебницы или паладином и мне наваливают всяких вещей для варвара и как бы когда разбираешься во всех этих классах ну существовала такая нотка эмоций когда ты значит получаешь какой нибудь посох и ты так аааа ну почему почему получил его варвар а не волшебница за что ваня это называется банальным балансом игровым если бы ты все время получала вещи исключительно своего класса то это был бы вот опять же там сраная актуальным ему ну вот я говорю что в этом то как бы и фишка что ты набираешь короче куча вещей которые тебе в общем то даже не нужны но тем не менее их же можно продать кстати кстати нам подсказали кому продать посохи там действительно есть специально для этого тетка только это короче не тот дядька который внизу это тетка который справа там нужно реку перейти а так что как вернешься имею ввиду как только вернусь так сразу да ведьма внизу за рекой не внизу по моему справа просто ну короче направо армия в я продолжаю собирать непомерные кучи золота в которых только одна или две хороших монеты да насчитаю тут многие спрашивают тоже по поводу ключей к быте который мы так ругаем нет к сожалению ключи у нас уже закончились мы в общем то об этом говорили еще тогда вот раздали успешно с резерв в рот к сожалению вот а вот сюда еще можно сходить замечательное наблюдение моё первое знакомство с первым диаболу было лет в семье на первой сонике и не было карты памяти так что заканчивается на втором уровне этих катакомб плюс полное незнание английского языка было весело я бы ходил на сонике я была то есть для меня это но если человек об этом говорит то да да она выходила на сонике данном плейстейшен мак и минус хорошо так что у нас подвентарь это так много кто проходил на сонике окажет оказывается забавно а где персонаж александра но собственно я уже озвучил в самом начале что играть и сегодня не буду вот и только наблюдать гейпу бог он знает все вот так и есть я тоже так и считаю а как вам нет гейп вполне себе человек помнишь это ногу вирта помню собственно на карте есть мальчик в городе которым зовут вирт и у него нет ноги оу так что давайте когда в город попадешь ближайшее время давайте будем навестим и женщину с посохами и мальчик обучениями так еще мне интересно вот я сейчас стою долблю какого то я вновь босса но не очень умер потому что учет меня не очень нагибает я задача над вопросом относительно его колик количество его жизни это не все может больше не задание задачи но это просто интересно и там он впереди еще один то есть во второй то части баня добро пожаловать в хардкор но и около маная просто такой настоящий хардкор что то есть как бабка господи тебя спрашивают не озвучил ли ты кого нибудь выходи из строя нашей машины нет нет он сказал нет 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 мне не предложили ну или скорее сказать проще то что я пришел уже после того как там разобраны были разданы все роли поэтому никого мне не досталось но давай уже в город а если так я знаю какая с капюшоном нет нет у меня свитка в смысле у меня есть свиток лечения свиток идентифицирование идентифицирование идентификации 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 окей свитка городского уши так много играли на соньки в в первый раз в диабло это такой почетно прикольно опять сцент мне очень вовремя попался как раз когда меня почти убили копы и жизнь остановились да тут опять говорят про то что играли в диабло и полном незнании английского я вот не знаю у тебя был такой ванн что ты играл в игру английского не знал но тебе было настолько интересно и круто что ты играм играл не у меня была игра по имени фрилансер которая меня английскому научила то есть я в принципе в общих чертах понимал что они там говорят но периодически нити разговора терял вот поэтому я его перепроходил много много раз чтобы до конца уловить кто там что везде как говорит и и и это помогло и это помогло так скажем а не было такой игры ради которой ты учил язык нет по крайней мере на ум не приходит точно у меня был просто потрясающе смешных случаев по своей разматичности я играла в игру знаешь ли в такую не знаю мист а знаю она была тогда на маке и вообще я ничего не знал по английски ну какой там был класс школы не знаю какой то ну там может быть год 95-96 тоже в общем и писаешь в квест играть на английском языке не знаю английского языка в квест где короче там такие огромные книжки там читать надо было да всю эту историю как бы читать там были видеозаписи которые ты находил как бы и слушал и там чувак по английски там что-то объяснял там что-то рассказывал там все такое вот это конечно была жесть как просто просто на ощупь то есть типа можно повернуть эту штучку круто пойду дальше там еще что там же какие-то всякие механизмы все такое но в общем кстати может быть есть на резон перепройти игру теперь уже со знанием языка может быть потому что она какая-то жутко маньячная и не менее легендарная господа где ваши вопросы как то все стали опускаться воспоминания когда первый раз сыграли в диабло но как то пока не активно с вопросами вот есть один а как вы относитесь в бордер лэнс которая шутер но с элементами рпг я играл я играл и изначально когда так скажем во времена когда у меня был еще не очень нормальный я помню я я пока рассказываю я просто не могу одновременно с этим еще заниматься разбирательством со своим багажом а ты пока идти к тетке так ладно я тогда куплю топор и пойду к тетке решить все проблемы топором правильно купить топор и все так что в тетках справа снизу да вот вниз да и потом направо идешь что это способствовать сми точно так и топор надо ну куда это экипировать я обратно за посохами я понимаю что у меня задержка поэтому ты у меня все еще тупиша а на самом деле это уже пошел окей все теперь за посохами привет владивостоку и спокойной ночи владивостоку фига прикинь в ладивостоке уже спать сели битвы ну я думаю не все но многие опыт показывает что всегда есть люди которые не ложились спать всю ночь так вот возвращаясь к теме borderlands да я в него значит поиграл один мне не очень вкатило не знаю почему возможно потому что я от него ожидал по каким то там пресс релизом и прочему какого то фоллаута только в 3d и значит с каким то диабло стайлом вот а в итоге ничего фоллаутовского я там не обнаружил каким тяпло стайлом но в смысле там же такое вот манчкинская рпг айсенциал может быть вот а вот это тетеньки можно что то продавать я да я хочу тебе продать вот это и вот это короче я игра играла в borderlands с с товарищами то есть даже был такой кооп на четверых но мне почему то все время было скучно я все время ждала что что то будет а что то как то ничего не происходило было прикольно беситься и сходить с ума сходить с ума короче катаясь на машине там переворачивать все такое вот а еще короче один раз мы играли с друзьями и у меня в игре постоянно были какие то посторонние звуки в виде завывания на фоне чего то такого стрёмного спиритического я ко всем подходила и спрашивала слышат ли они такую же хернюку что и я вот они значит все типа пожимали плечами говорили нет типа мы ничего не слышим и крутили выско пальцем на что я сказал что я вам всем докажу сволочи и зафрапсил этот момент вот на видео записано действительно как бы наблюдается некое завывание то есть я не знаю как бы это был какой-то эффект локации но с другой стороны если это был эффект локации то он же наверно должен был у всех наблюдаться вот или короче это был какой-то мой может быть местный глюк там или мои карты или там именно звуковой глюк в игре короче я не знаю но истерика вот это вот короче продолжающийся у меня довольно таки долгое время она имела под собой основания вот у меня даже есть документальные доказательства в этом тем не менее убедить всех как переубедить всех в том что я не смешно с ими не удалось вот и я с тех пор не люблю эту игру вот нет но потом мы когда вот тоже с людьми в блоках стали проходить мне уже больше понравилось чем играть одному и мы что то почти прошли потом забросили и так и не вернулись и я в общем то и не жалею слушайте потрясающий комментарий от одного нашего зрителя это типа из серии трудное детство деревянные игрушки прибитые к полу чувак пишет а я в Diablo играл в 6 лет и ничего не понимал на коробочке было нарисовано NFS Hot Pursuit и я думал что пройдя все квесты в Diablo мне дадут поиграть в гоночку хахахаха cool story бро да прикольно и такое обманули мальчика с коробочкой да а я всегда вспоминаю в таких случаях типичные по моему наверное практически у всех такое было когда хочешь кому нибудь что нибудь принести игру вот значит встаешь дискету с умным видом берешь ярлык копируешь ярлык вставляешь на дискету и идешь с этой дискеткой к человеку вот а потом оказывается что надо было вставлять не ярлык у меня в этом плане тоже было очень грустное детство и тоже абсолютно деревянные игрушки потому что у меня как я уже говорила был макинтош а у пусть и немногочисленных но тем не менее одноклассников которых тоже уже поверить персональный компьютер и были персональные компьютеры то есть сетей спинтелла демокрисофт и все это шайклейка соответственно я с удовольствием бы меняла с ними какими-то игрушками еще чем то но не могла и поскольку их было больше я чувствовал себя ущербным как бы мне мой папа не доказывал что маки круче я сказал окей типа и продолжал планирую меня как то яростно тут нагибают ты смотри не умри потому что возвращаться придется через всю карту у тебя зелье беги отсюда беги только не не к новым монстром а а где никого нету да а у тебя есть свитки возвращаться домой а ты их купил в смысле а их можно купить не знаю не видел ты даже не пытался мадами так понятно тата 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 тх тх тихо 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 молодые люди Так, нас спрашивают, как... Тебя спрашивают, Вань, как у тебя получилась решить проблему совместимости Диабло с седьмой виндой? Да, у меня не... А, ну в смысле, какие проблемы совместимы? Запустить Диабло на седьмой винде никаких проблем нет. Была проблема запустить ее в окне. Ради этого пришлось устанавливать вообще специальный софт, который называется Virtual Machine, ставить на него Windows XP. Вот, и уже на нем я играю в окне. То есть у меня прямо сейчас компьютер занимается тем, что помимо работающей седьмой винды, с которой я стримлю, он еще обрабатывает Windows XP, на котором я играю в Диабло. Вот так вот. Нам тут подсказывают, что, во-первых, 5000 золота, а не 50. Ну окей. И потом, это не проблема, их можно просто выкинуть в городе, вот на пол, вот просто на землю. И их никто не будет трогать. Посмотри, какая... Ну это же Диабло. Да, тут просто все добрые и вообще... Так, ладно, я пошел лечиться в город. Тебе сказали запастись луком, потому что на третьем уровне подземелья тебя прибьет мясник. Ты понял? Ты помнишь мясника? Ты вообще знаешь мясника? Мясника я помню из второй части. Он там два раза фигурирует. Он прибьет тебя на третьем уровне подземелья. Ты запомнил? Хорошо, я запомнил. Он меня прибьет на третьем уровне подземелья. Так и запишем. Ваня, когда наконец завершится история серии Resident Evil? Ну вы это не у меня, спрашиваете. А вот мы спрашиваем тебя, отвечать за всех. Ну, мне сие неведомо, я так скажу. А, так я пришел не к тому мужику, хотя может ему есть что продать. Меня почему спросили, какие языки я знаю? Я знаю английский и русский, пока. А какие языки знаешь ты, Ваня? Английский и русский. Ну, как, английский я в общем и целом знаю, но... На не... Не очень высоком уровне. То есть, там, я не знаю, фильмы смотреть на базовых каких-то... О базовых вещах говорить с забугорными гражданами могу. Но вот так, чтобы прямо спокойно, свободно и всеядно пользоваться английским, такого еще пока нету. Это потому, что у тебя не хватает практики. Будет практика, будет и все. Да. Так. Тут делятся опытом, что в Диабло 2 начал играть в компьютерном клубе. Спрашивают, как часто ходили мы в компьютерные клубы. Я ходила в компьютерные клубы достаточно часто, и на это было две причины. Когда я была совсем маленькая, мне было интересно играть в КС и в НФС, по сети, естественно. А когда я была уже чутка постарше, и типа какой-то был такой период, когда мне игрушки были не очень интересные, мы как-то все ходили в компьютерные клубы исключительно для того, чтобы сидеть в интернете. Потому что дома интернет был убогий, модемный и все такое. Вот. А в клубе было так окей. А ты, Ваня? А я в клубы ходил достаточно редко. Во-первых, они у нас появились тут достаточно поздно относительно, так скажем, остальных мест России, насколько я понимаю. А во-вторых, тут, так скажем, цены были кусучие, кусачие. И поэтому доводилось ходить далеко не так часто, как, возможно, хотелось бы. Но где-то, наверное, раз в неделю или в две недели точно удавалось выкроить с компанией время и завалиться. Но вообще, как бы, совершенно спокойно клубы заменяли домашние, например, посиделки за какими-нибудь червячками армагеддоновскими. То есть там это, наверное, даже было еще веселее, чем какой-нибудь заруб в Старкрафт или в КС для нас. Вот. Ваня, тебе сказали, что ты, во-первых, когда ходишь по уровням, не разменивался на белые вещи, потому что они нафиг никому не нужны, они неценные и только забивают инвентарь. Иначе тебе приходится слишком часто возвращаться обратно, что как бы не есть гуд. Вот. И тем не менее, прикупи еще свитка в портал, чтобы я же для чего ты мог... Три штуки купил. Молодец. Три штуки купил. Важно, что вход в преисподнюю находится в этой самой церкви. Так все, все оттуда, все там, вся нечесть, там, там, и сидел скид. Во всем виновата, РПЦ. Ура. Насто спрашивает, почему мы не сделаем звонки в студию с ГТВ Лайф. Возможно, потому что мы опасаемся, как бы, что-нибудь не набежало страшное. Это не мы что-нибудь опасаемся, это как бы, вот, мы вас опасаемся. Вы, может быть, можете быть не слишком адекватными. Вот, мы неадекватно, нам это, типа, прощается, да, потому что как-то это все такая официальная неадекватность. А ваша неадекватность как-то может закончиться плохо. Вы можете плохо закончить со своей неадекватностью. Я так не сказала. Хорошо. Я так сказал. Книжки с собой тебя таскаешь, ты, господи, боже мой, такой баб, скопи, домок. Так, конечно. Нас тут постоянно спрашивают, играли ли мы в игры Plainscape, Torment, Torment, или Baldur's Gate. Был опыт игры в Plainscape? У меня не было, но я знаю, что такое Baldur's Gate, и это к вопросу о классических RPG. Но я не понимаю вопроса классических RPG. То есть, какой вопрос про классические RPG? Просто играли ли мы в них? Нет, не играли, но мы знаем, что есть такие игры, да. Кстати, по-моему, все-таки в Diablo... Это, конечно, нет, я понимаю. Вот сейчас, кстати, может быть, я буду такая еретик, в роли еретика выступать. По поводу RPG и Diablo. Ну, не знаю, в Diablo RPG столько же, сколько... В Diablo 3 хардкорности. Вот так вот. Ладно, хотя бы в бете. Да, ну, как бы, я знаю, что, вернее, там, я знаю, да, что считается, что Diablo это одна из классических RPG, типа, вот, почему-то грешит RPG, 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 RPG. Я понимаю, что здесь присутствует и по развитию персонажа, да, там, все дела, то есть, ну, какая-то такая вот. Но все-таки для меня RPG ассоциируется с более... Интерактивно, что гейплея, вот, особенно в плане диалогов. Ну, да, это... Diablo такая же RPG, как Fallout Tactics. RPG. То есть, как бы, это может быть RPG, так скажем, ну, некоторые элементы этого жанра просто здесь присутствуют. То есть, если бы меня спросили, какой жанр в Diablo, я бы, наверное, все-таки сказала, типа, слэшер с элементами RPG, да, типа, того? Ну, вроде того. Как ты думаешь? Вообще, я как-то различаю для себя такие, знаю, RPG, которые с упором на R, и RPG, которые без упора на R, вот, типа Diablo. То есть, если тебе дается право отыгрывать свою роль... Иди, не стой. Иди, не стой. Да, 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 да. Иду, убиваю. На меня как раз вот кто-то полз. А, значит, отыгрывать свою роль и при этом как-то менять на мир, кроме... Как-то влиять на мир, кроме того, что ты можешь... Усселяйся, а жизнь не хочет на всех убить. Я помню, просто никого вокруг нету. Все равно, сейчас они все набегут, и ты уже не успеешь. А нас еще медленно восстанавливается. Вот и снято сеньто классно. Ну, как-то она не очень медленно, мгновенно восстанавливается. Судя по тому, что я вижу, да. Ассори, то есть, вот, во второй части этого... Круто, что надо каждый раз рассчитывать, когда ты должен будешь съесть сколько надо бутыльков, чтобы, в общем, тебя не успели закоцать до смерти. А, значит, то есть, РПГ типа Фоллаута, когда ты влияешь на мир, не только тем, что ты пришел размахивать пистолетом и всех убил, или топором зарубил, и в этом заключался твой выбор, а в том, что ты, там, послушал людей и принял на этом основании какое-то решение, что-то сделал. Да, более глубокий анализ происходящего. Вот. И такие вот, типа, Диаблы вещи, когда ты, по сути, занимаешься только выбором того, как ты будешь проходить. То есть, или ты будешь идти всех расстреливать из лука, или ты будешь всех рубить топором, или магией какой-нибудь зафигачишь. Кстати, сохранимся. Кстати, здесь можно сохраняться, что где угодно. Да. Сохранись. Сохранился. Сейчас еще и прокачаюсь. Давайте даже магику прокачаем за чем-нибудь. Magic. Да. Вот так-то. Короче, поэтому я как-то вот насчет РПГ, если уж мы, там, захотим поговорить о классических РПГ, то это надо говорить, там, ну, вы все знаете, что я сейчас назову, там, Готику свою любимую, там, все дела. Ну, как-то вот это вот РПГ больше, то есть... Экшн. А, вот надо говорить экшн РПГ. Ну, блин, а что, в обычной РПГ типа нету экшн, что ли, тоже есть? Потому что там драться-то, это очень много надо, чтобы прокачаться, да, тут, называем монстров, там, всяких людей. Ну, не знаю, тут прям совсем, тут именно, типа, вот, слэш, или как он еще... с использованием слова крик. Point and click? Нет. Point and click это жанр квестов. Блин, как же он... Напомню себе, как вот этот жанр называется, когда слэшн... Ах, нет, хэккн слэш. Хэккн слэш. Хэккн слэш, да, да, о-о-о. Я еще не слишком старая, я еще могу помнить. Вот, короче, вот, вот, скорее вот такой жанр. И с элементами и РПГ, то есть тут чутка, короче, да, вот в плане у персонажа, там, госпин, ну, какое там развитие, да, там просто прокачивать умение и все, ну, одевать. Это ж как бы, ну... Одевать это прямо Sims. Ну, прям, да. Иван, а как вы относитесь к тому, что игра I'm Alive вышла только на PS3? Вообще-то она вышла пока только на Xbox. Это я за вами отвечу, если можно. На PS3 вот буквально сегодня появилась новость, что она выйдет 4 апреля, поэтому фейл с вопросом вышел. Вот, в Владивостоке уже почти 2 часа ночи, и тем не менее нас смотрят наши уважаемые поклонники, зрители. Спасибо вам большое, мы стараемся в том числе и для вас. Вообще-то, конечно, классно, что вот мы тут такие типа сидим, да, у нас еще даже не темнело пока еще почти 7 часов. Ну, это у кого как. А что, уже темнеет у себя? У меня уже темно. Может, ты живешь в пещере при Люминат, так, что-то на Болосе. Слишком замахался, то паромы чуть меня не убили. Да, вот, вот, я видела в момент у меня опять же как-то задержка, поэтому я посмотрела на твою почти что смерть, поэтому сохраняйся. Изредка буду делать это. Мне, кстати, это во второй части жутко нравилось. Что? Что сохраняться по-человечески нельзя и... Ну да, да. Вот это, кстати, к вопросу о сраных чекпоинтах. А-а-а. А-а-а адская консольная лажа. Я пытаюсь выбирать слова, чтобы они были, как бы, вроде и цензурными, но тем не менее передавали то степень кодавания, которое клокочет в моем сердце, когда я вот это все наблюдаю, вот эту тенденцию постоянного упрощения. И, а-а-а, я не могу прям вообще сейчас будет, я все разнесу. Спокойно, посмотри в комментарии. Я смотрю в них и прям хочется взять и... Обнять. Да. Так, постарайтесь найти или купить книжку с телепортом. Крайне полезен. Да, туда умещается какой-то, наверное, количество этих. Холеболт. Холеболт. А, отлично, у меня две книжки Холеболта. Тут опять, как бы, капитан очевидно, сбегает. Кстати, как первый Диабло назывался... Кстати, первый Диабло назывался Хеллфайр. Насколько мне известно, Хеллфайр это дополнение. Да, вообще-то как бы, да, он, как назывался Диабло, так и называется, дорогой странник. Хеллфайр это аддон к нему, который, собственно... Дополнял. Тоже хорош, да, и почетен. Я не помню насчет того, насколько он был официальным. Ну, насколько мне известно, вполне он официален. Просто обычно... Ну, то есть это точно так же, как Диабло 2 и Диабло 2, Лордов Дистракшн. Вот как-то вот в рубрикаторе обычно первый Диабло 2 и именно Лордов Дистракшн. Ну, уже в вопросе в самом заключается ошибка, какая-то не было. А-а-а. Так же, как и с PS3. И I'm alive. Так, тут что-то меня спрашивал, товарищ Буазузу. А, да. Саш, как относишься к Ризан, если не брать в расчет ужасных безбалансных ящеров в начале их появления? Я к Ризан отношусь плохо. Ха-ха. Вот, потому что мне она не нравится, потому что я... Я не знаю, почему. Потому что я, короче, на всех обиделась, когда с Готикой произошла та хрень, которая с ней произошла. Вот, я всем напомню, что сначала, типа, замечательные пиранибайцы делали-делали крутую первую Готику, они ее выпустили, потом, вернее, выпустила Джоуд. И, да, ладно. Ну, короче, потом они делали-делали-сделали вторую, значит, часть такую же охрененно крутую, потом к ней замутили еще Аддон офигенный, просто Ночь Ворона. Вот, а потом, короче, сволочь алчная Джоуд сказали, что, а, мы хотим больше денег, больше. И, короче, типа, делайте третью Готику. Они такие, окей. Они такие, делайте быстрее. Они такие, окей. Типа, делайте еще быстрее. Они такие, мы уже не можем, короче, Готика получится говно. Они такие, нам все равно, типа, делайте быстрее. И, ну, короче, пиранибайцы, типа, послушались в живот и сделали ее очень-очень быстро и, соответственно, очень-очень плохо. То есть, Готика третья вышла хоть и офигенная, поскольку все-таки над ней работали пирани, но, тем не менее, забагоны жутко. Вот, и, значит, ну, типа, был скандал, там все насчаровали, там, и пиранья, короче, сказала, что, ну, вы совсем охренели, порвала свои отношения с Джоуд. Он живут, забрала права на Готику. И вот таким образом... А, ну, и пираники такие развернулись и сказали, что, а, ну, окей, мы, типа, сделаем свою Готику, и, типа, она будет круче, чем, типа, ваша. Вот, ну, Джоуд сказал, ну, окей, типа, и отдала, короче, разработку аддона к третьей части индусов на каких-то там бросила, а пиранья, в свою очередь, тоже вернулись и пошли делать Риза. Вот. Короче, не знаю, какая-то она уж слишком все-таки похожая на Готику, практически копия, только, там, с пиратами, там, да, и с каким-то другим чуваком. Вот, я считаю, что пираньи, если уж они такие гении в области классических RPG, то пусть, классических европейских RPG, даже, так скажем, то пусть бы они бы замутили бы что-то, так скажем, в своем стиле, но что-то кардинально новое. Хотя бы в плане, ну, завязки сюжета. Ваня, ты там не уснул? Или, или там... Нет, я тут занимаюсь сортировкой вещей в своих. Я смотрю, ты как-то рандомно тут выбрасываешь бутылочки, что-то тут переставляешь, Я их, на самом деле, не собирался вообще выбрасывать. Так получилось. Вот. Так, ну, ничего нету. Поэтому, короче, не люблю я Резон, и второй вообще не жду, мне как-то все равно. Я не знаю, почему, может быть, типа я жутко не права, но я уж лучше в 52-й раз переиграю, там, в Готику, чем, ну, не знаю. И, кстати, насчет дисбалансных ящеров, я что-то не помню, что там были ящеры, Но это, наверное, так понимаю, что это из серии кабанов из классической Готики, То есть это фирменный знак пиранья, да, сделать, короче, монстров самых первых, начальных, которых ты встречаешь, На которых ты, по идее, должен качаться, сделать их охрененно просто сильными, И которые сносят тебя с одного-двух ударов, да. Вот. Это, типа, фирменная такая фишка их. Ну, в общем, вот, это был крик души, это я высказалась по поводу всего базуза, больше не задавая вопросов, Потому что я зла. Мне напомнили о неприятных вещах. Ваня, скажи что-нибудь, а то я сейчас заплачу. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, я выбрасываю книгу, потому что она мне не нужна. И, судя по всему, отправляюсь на третий уровень, где меня зафигачит кузнец. Сказали, что никакого мясника у нас не будет, потому что у нас какой-то труп там где-то не лежал. А раз труп не лежал, то нас просто где-то ждет какой-то скелет, а мясника не будет. Труп не лежал, ну, я уже, как бы, много трупов сделал. Нет-нет, там при входе в Патимире должен был лежать труп, а он не лежал. Непорядок. Какой кошмар. Да. Так, вот у меня лук, с которым я не знаю, что делать. Ладно, пускай он лежит пока что мне в инвентаре. Вообще, чистота и благодать. Смотри, там какие эти огонь. Красиво, кстати, огонь. Короче, я думаю, что тебя здесь точно кто-то ждет. И кто-то сильный, страшный, который, скорее всего, нагнет. Но кто-то будет, мы посмотрим. Кстати, в эту комнату с огнем можно зайти. Я полагаю, что да. Это не вопрос. И мы это сделаем. Да. Ну, сначала мы вот с противно пищащими мышами летучими разберемся. Ну, это не мышь, но не важно. Все равно они противные. Эль Чупакабрас! Ох, ну, нифига ты, Игорь Чупакабрас! А, ну, все. Откинул копыта. Молодчик и... И мы продолжаем дальше. Что там у нас в комментариях? А, я тут читаю всякие размышления, получу там про Hellfire стали рассказывать. Ну да, значит, Hellfire это типа как бы неофициальное дополнение, которое было выпущено. Ну, просто это... А, флоу, в Википеде написано, что Hellfire не признан призер, и поэтому не считается на данный момент экономическим. Я думаю, что это тоже, короче, тема отдельного срача фанатов. Вот, я думаю, не будем троника. А то разберите. Фанаты вообще очень любят всякие срачи. Как показывает практика. Ух, так. Так, Ваня, вопрос к тебе. Я предлагаю тебе сосредоточиться и ответить на него. Есть у тебя на памяти игра, которая очень сильно зацепила тебя эмоционально, может даже до слез местами. А также игра, заставившая очень сильно задуматься о чем-то философском. Сразу на ум приходит... Сейчас скажу, что... Ну, во-первых, Тургер на тему задуматься. Вместе с Морутопией. Они вообще очень такие мощные в этом отношении игры. И если играть в правильном настроении, то пробирает там до костей, до чего угодно. Что-то с меня куда-то вся одежка делась. Опять голый бега. Раздевают, что ли? Она сломалась. Надо чинить. Она, наверное, развалилась, потому что... Ну, все, бенгаляк. Ну, понятно. Ну, у меня инстинкт, это со второй части заточенная. Вот. А на тему до слез я вот даже не знаю. Был в ушедшем году такая... Была такая визуальная новелла. Называлась она Days. Только писалось это не как Days, в смысле как не, а... Ну, короче, по-другому. Если кому-то там интересно будет, я отдельно в комментарии чпокну. Вот. И там была одна из концовок, которая меня прошибла... В общем, очень-очень не слабо. Ну, вот. Но больше я ничего про нее не могу сказать. Таким образом, что она очень мощная. Ваня пересислил какие-то... Усказо подлога на ринге. Артхаусные проекты, название которых он даже не может произнести по боку. Мы готовы написать. Вот. Я ничего такого вам не расскажу, потому что... Не знаю, почему. Мне очень сложно всегда выделить что-то одно, потому что... Эмоционально может цеплять абсолютно разные вещи, причем в абсолютно разное время, в зависимости от ситуации у тебя в мозгу, у тебя в жизни, у тебя вокруг. И не мне это вам рассказывать. Иногда что-то такое совершенно простое торкает так, что прям... Вот. А иногда как-то вроде эпично, вроде да, должно, но как-то... Вот. Поэтому не могу ничего такого конкретизировать, уж извините. Вот. И еще вопрос, есть ли у нас какие-то смешные, а может и страшные истории, связанные с серией Диабло? У меня нету точно. По-моему, вот как Ваня сейчас играет, это очень смешно. У нас уже есть история, связанная с серией Диабло, смешная. Это Ваня не играет. Не, по-моему, это классная, по-хорошему, хардкорная, задротская игра, вот я считаю. Можно просидеть за ней, как я просиживала, целые ночи. И прямо такой... И, короче, уже 7 утра. И все так обстоятельно, короче. Все так аккуратненько, надо везде все сходить, все продать, потом закупиться, потом опять пойти всех перестрелять, все собрать, все пойти продать, потом закупиться, потом пойти перестрелять, потом все собрать, закупить. Вы поняли, короче. Вот Просто вот можно заниматься этим вот Если бы времени в сутки было побольше Или если бы спать не нужно было людям Я, кстати, считаю, что мы какое-то безумное Несправедливое количество времени тратим на сон Вот А могли бы все это время заниматься чем-то полезным Например, играть Ну, мозгу тоже надо как-то все это усваивать И переваривать Ну вот, на шлейб какую-нибудь Мы же не можем непрерывно есть, есть, есть Ну, когда играешь в такую игру, как Диабло Например, мозг, я думаю, что не особо-то работает Поэтому можно его отложить, например, куда-то Типа там на подзарядку, как телефон ставишь И сидеть играть Диабло, типа, тупо все равно Нормально, по-моему Так, я опять затормозил Кстати, насчет Значит, здесь постепенно В комментариях начинают появляться Вопросы по поводу того, какой Будет следующий стрим По какой игре, там, и даже предлагают Стрим по Сакрит или Сакрит 2 Вот Я так скажу, что Мы с Ваней, в общем-то Размышляем над тем, какой Ностальгический стрим устроить По какой Классической игре Дальше И с удовольствием Примем ваше предложение Советы по этому поводу То есть Если вы чего-то очень хотите увидеть В нашем исполнении То было бы здорово Если бы вы об этом написали Достаточно просто Очень крупными словами Написать это в комментариях Буквами, буквами, Ваня, крупными Хорошо, буквами Окей Но можно и словами Можно, но буквами Ну просто А, ну Блин, крупные слова Это когда слово, там, из 20 букв Да Лучше буквами Ваня полностью в Диабло Вы чувствуете это, да? По его манер мышления Он абсолютно посвятил себя Всего этой игре Просто вот Отключив абсолютно Все свои нервные окончания И посвятив их Этой замечательной Да Я практически чувствую Как размахиваю Этим здоровенным топором Ваня, а как мы с тобой Относимся к игре Half-Life 2 И ждем ли мы Третий эпизод Тут человек Очень сильно хочет узнать Вот он так написал Но я очень сильно хочу узнать Ну, к игре Half-Life 2 Я отношусь очень положительно И третий эпизод В общем-то жду Но без фанатизма Мол, типа Я буду разбирать Каждый ролик, который выпускает Valve В надежде найти там В сочленении случайных цифр Какой-то намек На дату появления Третьей части То есть такого нету Когда выйдет Когда анонсируют Я буду рад, безусловно Но до этого момента Существуют другие хорошие игры В которые можно поиграть Вот Спрашивают, как вы думаете Сильно ли первая Диабло короткая Всего-то 16 локаций Я считаю, что если В смысле 16 вот таких вот уровней Ну, то есть я перехожу тут С уровня на уровень Насколько я понимаю Ну, что-то мне задаешь Те вопросы Как будто бы я играла В нее вчера Я не помню Хорошо Ты точно не надо положение Я не знаю, что тебя ответить Ладно, будем считать Что это был вопрос К зрителям Я не знаю Я не знаю Мне кажется Если ее проходить Ну, так как я описала Типа так аккуратненько Все, короче, истребляя Да, все продавая Там Вот, то таким этапом можно играть достаточно долго Поэтому Если, конечно, пробежать Если цель пробежать То Окей Всякие, конечно, пошли Советы По какой игре устроить стрим Ну, а что хоть рекомендуют Ой, вообще Все подряд Мэджику Магику Сайминт Хилл Второй Макс Классическая игра Мэджика Халф-лайф Ну, знаешь, ну как это Синдром утят Знаешь? Ну, я знаю Просто утят Что? Синдром Синдром утят Крак, калфеки Ну, я услышал Синдром мутят Были в космических рейнджерах Нет, мутятят Таких, которые за дружкой ходят Короче, типа Ну, если по-простому То смысл заключается в том Что Вот когда человек играет В какую-то игру При этом У него за плечами Не так много Сыгранных игр В силу возраста Так скажем Да Я Стараюсь выражаться Политкорректно Вот Значит Он Каждую игру Который, типа Увидел Она его поразила Сразу начинает считать Туже там Лучшей игрой В серии То есть Ну, аааа Там Сыграл Во что-нибудь Ну, как я считаю Это лучший шутер Вообще Времена народов Там Абсолютно Не берем внимание Все, что было До этого Да, то есть Как бы Мне посрать Это лучше Что-то И он там Готов Там Тяняшку Рвать На форумах Там Типа Обливать Семь говном За эту игру Вот Это я К тому Что Про магику И про то Что Типа Классика Не классика Ну, то есть Ну, понятно Зацепила, видимо Сильно Чувака И Вот Fallout Постримить Как вариант Готика Готика Это, конечно Круто Но мне кажется Что Готика Немного скучна Все-таки Для стрима Потому что За два часа Как бы Ну Да, ты согласен Ваня Мне кажется Все-таки Вот и на Классический РПГ В плане Стрима Я не знаю Насколько Она Адекватна Ну, я не знаю Я в Готику Практически Не играл Поэтому Про нее судить Не возьмусь Ну, вот Fallout За два часа Показать Это Достаточно Сложно По мне Ну, мне тоже Кажется То есть Кроме того Чтобы Прошибить Ностальгических Людей На Ностальгические Чувства Кто уже Играл Fallout По-моему Больше Из этого Ничего Не получится Согласна Он, кстати Отличный Ой, слышу Отличный Совет Дал User Под именем Cortek Cortek Не знаю Окей Ты Dungeon Keeper 2 Это, по-моему, отличная идея просто Как вариант Отличная Я обожаю эту игру Прям Даже Спасибо огромное Это отличный совет Мы обязательно Над этим подумаем По-моему Замечательная игра Для Для всего И для стрима И для души И для вас, мне кажется Надо записать Запиши Запиши кровью Запиши кровью Топором Запиши Высеки Извиняюсь Дан Кии Бе Бар Я сказал Вот все Записал Вырубил на трубе Безродного скелета О-о-о-о Чуваки Вас что-то много Чего вас так много кстати почему бы помест не сделать но помест опять же наверное по той же причине потому что ну я даже не знаю слишком увлекательно это нет там может быть от слишком увлекательно то есть например я сидела бы так круто смотри 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 а вот еще на самом деле написано может быть как бы да да тем не менее опять же там все таки темп игры он такой достаточно размеренный да и он предполагает достаточно продолжительность и повторюсь этого мне современные игрушки которые можно пробежать там за 34 часа там пожелывать чипсы и отвлекаясь там на маму занят к ужину вот это как бы такое все таки было занятие раньше полс одна игра там редко ну как покупалась доставалась так вот и не вот ее сидишь и затрачиваешь и проходишь проходишь и типа этого там так что вот такие вот игры которые стянуты во времени которые требуют в дунчо прохождение я боюсь я пытаюсь понять что этот подобрал за свиток плоти но это какая-то 5 наверно как он заклинания у тебя это уже это поднял у тебя тюняшечка это страдает я вижу у талии печали подчинили подчинили даром так а не то что у нас там опять вау ух ты я к какому то кому то приперся ст я совершенно не собирался к нему опереться о еще отличное предложение а стрим по объем буду нивил отлично по моему тоже отличное предложение учитывая то что вышла тримастренная версия речки он на консолях а точно ну ул это не проблема с что он но тем не менее я имею ввиду что есть варианты лечись так потому что тебя стреляют а да я вижу я ухожу чтобы и так голода м так ну как вы слышали даже не кипер 2 мы относимся отлично супер положительно и прям вот отлично это была идея спасибо большое герои вторые ваня как то что героиня плохо то что герои не люблю герои я героям отношусь нейтрально в третьих героев когда-то в древности мы играли и я помню как я один день как они меня на один день прямо засосали я к другу пришел с утра и меня только вечером часов наверно в восемь или в девять оторвали от монитора нас обоих вот и и все и на этом моя страстная любовь с героями закончилась так я опять зависаю продавать нечего продавать нечего а фаня ты играл в грим фанданга нет нет это же такой классический квест я такие называют знаешь как в стиле тима бертона мне почему то вот так вот видится это он короче во первых офигенно стилизован то есть у него классный очень дизайн во вторых он очень юморной такой но у него такой астроумно черный юмор вот как вариант для стрима несмотря на то что это квест это по моему очень здорово особенно учитывая то что там еще и загадки неплохие их можно было бы все вместе решать но вопрос заключается в том что там с ну то есть он же исключительно на английском я так подозреваю а это мы уточним это раз а во вторых даже если так это совершенно не проблема мы могли бы с тобой очень смешны власть голосами все переводить поэтому он я думаю что это не проблема так что такое мы очень интересно почему здесь герои исключительно пешком передвигается а чем я передаю по крайней мере я пока что не нашел то что я конечно слепой и тупой но по моему он тут только пешком ходит это у меня вызывает легкое недоумение вокруг монстра а я буду ходить пешком ты хоть убил одного босса хоть какого то серьезного чувака нет еще ну что ж ты так я вот судя по всему сейчас добираюсь до первого из таких потому что он что то мне какие то страшные проклятие сыпет на голову типа я убью тебя тролевали а вот так еще предлагают нам поиграть в металл гир соли но это мы уже обсуждали на трансляции по стекингу что металл гир соли если стримить то это надо делать стрим на всю ночь с чипсами и всем остальным потому что за два часа это мы не успеем даже интро пройти поняли вот так то а долбаный лучник алиса магии первая о благодатная вещь благодатная очень слушай ну прям вот прям вот прям вот замечательно как вот прямо прессовывается до того что он вижу вижу судя по всему большого из вопроса так да телефон подозреваем подозреваем я тебе знаю что советую отойти куда нибудь подальше открыть там портал чтобы ты не жили чего а когда это кончится бутылочки но они у меня уже почти кончились тут что то лучники лучники пошел я отсюда мужики убивает это идет что не туда ты иди да и тут и обратно вот и там открыть портал потому что ну скоро будет все плохо они ведь придут за тобой не а нижние дураки тоже вот так вот здесь где нибудь так вот пока тут я их немножко помешал не ходи туда нет туда я сейчас не пойду где там лучники они пускай порциями ко мне приходят я немного расчищу потому что там сейчас в самой комнате такая концентрация нечисти вот нам тут подсказывают что для грим фанданга есть субтитры во первых во вторых есть озвучка но она правда отвратительная и кстати я тоже в общем то всегда за оригинал не надо да я в общем то за оригинал и к тому же я говорю что с английским но абсолютно не должно быть проблем уж как-то коллективным то разумом мы поймем что нам хотели сказать хотя так стол и тут же короче другое мнение человека что грим фанданга полностью локализован то ли фаргусом то ли дядюшка или ресерчим и локализация очень хорошая ну если дядюшка ресерчили фаргус то это однозначно вин по крайней мере фаргусовский насколько я помню фоллауты это среди фанатов принятая так сказать локализация в таком случае я думаю что мы это вопрос примитивировали хрен на себе до свидания скелетон скелетон да он там что у меня в три удара скопытил я предлагаю себе да что пятки сваркали и возьмись исключительно бутылочек слушать о пояс есть нету а тут нет вообще поясов вообще какой хардкор госпит как хорошо а блин отлично обожаю дьявол так похиле меня дедуля раз уж остался речь пошла вообще то остался речь не пошла а где пошла речь осталась я не знаю я не знаю так тоже начинают судорожно перебирать систему которую мы сегодня озвучивали с остался речь совсем не пошла поэтому а файл опять шла она недолго пока мы говорили про металл гиро так так тут кто 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 отчаянно орёт что в металл герр можно пропускать заставки но даешь стрим на всю ночь чипсами пиаам зачем в металл гири пропускать заставки это что это зачем я не знаю все равно как в диабло пропускать геймплей ваня вязать и говорят купил лук кей Купил лук хорошо Morning Star Так, я думаю, что мы уже закончили С предложениями по Стриму игр Уже огромное количество Замечательных предложений есть А люди, которые предлагают С Карим и всякое Другое С Карим точно к классике Видимо не поняли Даже, что мы спросили Тебе посоветовали Во-первых, сохраниться А во-вторых, тут человек уже достаточно давно И настойчиво пишет один и тот же вопрос Ребят, вы сделаете видео прохождение Диабло и Диабло 2 Я считаю, что да Раз хардкор, то пусть хардкор во всем Проходите сами Проходите лучше нас И хорош тут уже В конце концов, есть интернет Вот раньше тоже было Интернета нету Ну как, то есть Может быть он уже и есть Но он в настолько ограниченном количестве А ведь раньше Вот тогда вообще Вообще не было Вообще ничего И какие-то прохождения Там еще что-то Вот фит знаешь Вообще как это Ладно какие-нибудь шутеры А квесты как играть Вообще Ну там методом тыка И потом между друзьями расходились Это понятно Это понятно Но все равно Это же как вообще Это же кто-то пришел и сказал Как сделать И ты такой Спасибо И побежал Делать А во-во-во Тетенька Здравствуй Тетенька Так Ваня, как ты думаешь Как нам узнать Сделали нам полтора часа Сделали нам два Или Спросить я думаю У Максима Что-то он не отвечает Поэтому Очухался Что через 13 минут У нас Или все закончится Или соответственно Продлится еще Поэтому Нужно Иметь в виду И то и другое Одновременно Да Так Ну Если он не ответит В течение Там Двух-трех минут Я думаю Что это будет сигналом К тому Что все-таки Ничего не произошло А Да А Ну это уже ему продавать Идем обратно Так А у меня тем временем Тут денег на этот самый лук Не хватает И кстати Как там со стрелами Дело обстоит Их тоже надо Отдельно Я думаю Что да Потому что иначе Это был бы уже не хардкор Вау Что я могу сделать Для вас Так Так Значит у меня к вам Новости следующие Судя по всему Наш стрим Закончится Через 12 минут Поэтому Я предлагаю вам Еще все-таки Подозадавать вопросов Которые вы хотели В общем все что вы хотели Но боялись спросить Пожалуйста Пишите в комментарии Мы с удовольствием Это озвучим Мы постараемся дать вопрос Дать ответ на ваш вопрос Ну а просто Да что же такое Да давай договаривай Все давай Я этим сказал Хотел сказать Ну и что-то типа Ты Ваня давай Давай Я хотел сказать Что мы просто Если что Вы сейчас Назадаете вопросов А потом Не обновляйте страницу Потому что Плееры исчезнут То есть форма Комментирования Закроется Но мы будем Продолжать отвечать На какие-то вопросы Которые пришли Прийти успели И закончимся Соответственно Не через Там 12 минут А чуть позже Или намного позже В зависимости от вопросов Да То есть это просто предупреждение Что через 11 минут Перестать обновлять Страницу тем Кто этим По какой причине Занимается Или в отдельных Плеерах Где-нибудь открыть То есть На странице Следить за комментариями Как это обычно делают люди Ну я так делал Прям капитанты Капитан очевидность Прям Потому что они не додумаются Ну кто их знает А тут к тебе кстати Типа Оппонент нашелся По поводу Дмитра Герасолид Иван Я позволю себе С тобой не согласиться Нет Слушай Это молодой человек Наверное так Иван Я позволю себе С тобой не согласиться Показывали же Хэви Рейн В стримах Тоже очень длинная И роликовая игра И улыбнулся Так ехидно Что ты на это скажешь А ну я на это скажу Что Хэви Рейн Показывали Насколько я помню Не по два часа Там по моему Стримы где-то По три часа были Это раз Во вторых Там было полное прохождение С разбивкой И там как бы Повествование шло То есть там Она в принципе Это интерактивное кино А тут все в перебивку Тут есть моменты Где ты откидываешься На сорок минут В спинку стула И сидишь Ничего не делаешь А значит На экране там происходит Какая-то фея Пойду я драться Обратно со Скелетроном Пускай он меня убьет А вот Значит И я кстати полный чёрт Потому что я там порта Не экипировал Вот А Metal Gear Значит есть моменты Геймплейные Когда исключительно Надо ходить Откуда-то куда-то Добираться ради какой-нибудь Не знаю чего Цели А есть моменты Когда ты Ну собственно я уже сказал Когда ты сидишь И смотришь Просто Лениво Так Значит здесь есть вопрос Стоит играть В третью Готику Ну короче Вот я тут типа Так быстренько сделала Экскурс в историю Да И рассказала Почему у Готика Третья получилась Типа таким Забагованным говном Ну Само собой Со временем Стали выходить Всякие там Патчи и фигачи Которые Более-менее Судина нет Все это и Оптимизировали Как бы да Движок И все в этом роде Я бы сказала Что последняя версия Готики Со всеми Как бы вот Финальными патчами Выглядит Очень даже То есть Я играла в нее Уже тогда Когда Все патчи вышли Ну Большинство патчей вышло И она уже была играбельна Вот Соответственно Она смотрелась Офигенно И Несмотря на то Что все-таки Там были какие-то Определенные пробелы Она была все-таки Не настолько глубокой Как там В предыдущей части Все равно Она классная Потому что Ее делали пираньи И Все равно Там есть огромная Куча плюсов И там Наш замечательный Этот персонаж Наш главный И все наши Там остальные герои Которых мы очень любим И помним Опять же По предыдущим частям Так что Если как бы Вы не играли В третью готику По причине Просто того Что она была Забагованной фигней Пожалуйста Скачайте последние патчи И попробуйте Вам должно понравиться Если вам нравились Предыдущие Да Ну так как я В годику не играю То мне сказать На это нечего Вероятно да Я могу только провести Аналогию с Армой Которая когда выходит Обычно тоже Вся состоит из багов А потом выходит Несколько патчей И она становится Играбельной Тогда Еще есть вопрос Как насчет Моровинда Будет ли стрим по нему У меня к Моровинду Есть какое-то такое Отношение Лично свое Такое вот Узко специализированное Я когда начала В нее играть У меня был постоянно Один вопрос в голове Блин Что здесь надо делать Что такое вообще Столько всего Там прям Какой-то Абсолютно неинтуитивный Инвентарь И вообще Все что там происходит То есть она как бы Видимо Сильно задротская Ну как в хорошем смысле Да Но что-то как-то Не по мне задротская Ваня Ты Щупал Моровин Я щупал Моровинд Я его Это наверное Одна из редких Open World RPG Который я Прошел Тем не менее У меня это получилось Далеко не с первой попытки Потому что Моровинд Он как и Skyrim Страдает той проблемой Что ты выходишь В этот мир В котором Миллиарды возможностей Ты значит Говоришь Ты знаешь Что делать Да И ты Ты значит Ударяешься В то что тебе нравится Конкретно Мне нравилось Грабить И Что еще делать В общем я был таким веселым Хаджитам Вот И как-то Ну вообще я не против Моровинда Ибо Но с другой стороны Опять же Что там Делать Ну да Но показать Смотрите Во какая была Балмора Еще какой-нибудь Другой городок Так Вань К себе Обращенная Фраза Я может пропустил Кайф Опоздал на 17 минут Но Ваня Обещал рассказать Где он будет Брать ключик Диабло В стриме о матрешках Что с матрешки Стокинг И что Там произошло Там у нас начали вопрошать Где мы берем Значит всякие ключи И я сказал Что на первую Диабло Я пока нигде не нашел ключа И Кстати том Городского портала Это круто Нашел из Только что И И на этом Пока что Нет Как-то Форф Сформулируется В общем Из закрытых Источников Я это достал Которые вам будут Недоступны К сожалению Да К сожалению Извините пожалуйста Положение обязывает Так Как вы относитесь Как вы относитесь К серии Ноу-1 Ливз Фрэвер Я не знаю Что это такое Что такое А это такие Клевые Пародийно-шпионные Типа стелл-секшенов Короче Вот И Во-первых Первая часть У нас Засветилась Недавно В ретрозоре Вторая часть Возможно Когда-то Там тоже Появится Но вообще Отношусь Я положительно К серии Так Собрать над свиток Ой Есть еще Отличная идея Насчет стрима Кормагеддон Нет Да Ну что же Мессилово Мессилово Всех Рубить Ездить По нему Вообще Это Отлично Я просто Как сказать Не очень Не знаю Как там Сейчас обстоят Дела С тем Чтобы Как Сцепляться И все Остальное Ну Собственно Это тоже Это только Благо Конечно Да Нет Это просто Как идея Соответственно Мы посмотрим Что Зато Будет Реально Реализовать И Да На Деле Так то я бы Например Очень сильно Хотел провести Стрим По Инсейну Ибо Это тоже Отличные Гоночки Я по моему Уже В миллиардный Раз Об этом Говорю Я от них Жутко Тащусь Но Некоторые Особенности Старых Игр Не позволяют Так скажем Сделать Нормальный Стрим По ним Так Есть Несколько О Потрясающую Игру Нам предлагают На стрим Вампир Маскарад Маскарад Блодлайн Ты как Относится К ней А вроде Вроде Было Нет Разве Судя Потому Что Скал Вроде А Я не знаю Я не помню Я не Часлежу Не помню Кирилл По-моему Когда Собирался Собирался Но Я не помню То ли он Собрался То ли Он Недособрался Ну Она Офигенная Тоже Она Просто Община Я Сотовольствую Да Так Значит Ваня К тебе Вопрос Зритель С ником Анормал Анормал Спрашивает Я планирую Матрешки СГ Фен Когда будут Тебе сообщить А Блин Это сейчас Было Не на эту Тему Я Просто Посмотрел Что у меня В инвентаре Это вообще Дофига Бутылок А я пришел И еще Купил А надо было Их просто Выложить Так Так Мне Мне матрешка СГ А как они Интересно Выглядеть будут Покажите Как они Выглядят И Или что Нибудь Из этой оперы Конечно Всем сообщить Когда будут Все Обязательно Сообщайте Всем Все Сообщайте Всем Все Показывайте Всем Будет Очень Интересно Так Еще Постоянно Возникает Вопрос Александра Ты любишь Плохие Игры Что значит Плохие Плохие Взятые В кавычки Если без Кавычек То плохие Игры Никто Не любит Потому что Они плохие А вот Плохие В кавычках Очень Интересно Что Я имею Ввиду Расшифруйте Пожалуйста Так Так А я откуда Шел А Я шел Все Все Помню Здесь Вопрос Из личного Опыта Ого Да Здравствуйте Иван Александра Раньше У меня Бывали Такие Моменты Когда Перед Сном Бывает Лежишь И думаешь О той Или иной Игре О том Как пройти Тот Или иной Уровень А порой Бывает Такое Что в итоге Тебе снится Сама игра Но не то Как ты проходишь Печок А как бы Сам Оказываешься В мире Игры Бывало ли У вас Такое Сон В котором Вы Оказываетесь В игре Был ли Такой Приход Вань Но у меня Были Так скажем Абстрактные Сны То есть Когда-то Я точно Помню Был Сон Прикольный Потому Что Как сказать Там были Рисовались Жизни Рисовались Патроны Но при этом Значит Графика была Живая То есть И Конкретно Какой-то игре Я это Отнести Точно не могу Потому что Происходило Так Лучится Наркомания Которую Я Нигде В играх Не видел до этого И После Вот Да Ну Да У меня Бывало Очень часто Что Просто Когда ты Очень долго Играешь Во что-то Ложишься Спать Закрываешь Глаза И у тебя Перед глазами Стоит Картинка Вот этого Вот Ну вот Что там Было Я не знаю Там Но так Чтобы Прям в игре Прям во сне Ну хз Нет Обычно Это какая-то Такая Наркомания Что там Не что-то Конкретное А просто нагромождение Каких-то Психически Ненормальных Образов Которые Как-то Практически Невозможно Пересказать Так что Был такой Ровный Логичный Рассказ Ну это Так скажем Особенность Сна Или снов Да Так Значит У нас уже Закрыта Форума Комментариев Поэтому Я еще раз Призываю Всех Не обновлять Страницу Со стримом Если вы хотите Послушать Нас еще Немножко Потому что Мы как бы Ну скоро будем Закругляться Но тем не менее Пока еще Почитаем Комментарии Да-да-да Да-да-да Вот Какие-то Очень странные Комментарии Не в попад Кто-то из вас Претразори Говорил Что женщина Не может быть Секретным Агентом Кто Это мог быть Кто Это мог быть Наверное Это был Сулон Еще предлагаю Стрим По Академии Академии Как ты относишься К этой игре Я про нее Много лесного Слышал от нее Много кто Фанатеет Но так как я По Звездным войнам Вообще Ни разу не Ушибаюсь То Меня эта игра Обошла стороной И Вот Так я к ней Отношусь Понятно Я в нее затрачивалась Очень долго И очень упорно В том числе По сети Это было отлично Отличная игра Нам говорят Что стрим По вампирам Уже был Как раз С Кириллом Все таки И все его хвалят Говорят Что он очень хороший Поэтому Ну здорово Тогда Я помню Что очень долго Висело Объявление Мол Типа Мы решаем Как провести И стрим По вампирам Так я шапку Зачем ты выкинул Место чтобы Напереть на голову Вот и я просто не помню Чем это закончилось В итоге Что провели Стрим Или не провели Ну вот провели Как видишь И Видимо Весьма удачно Да Значит Еще один вопрос Он как же не в тему Тут извиняюсь Что он не в тему Смотрели ли мы Старый Олдфажный Сериал Мэш Это Это Жутко знакомая Но раз я так спрашиваю Значит я не смотрела Просто слышу о нем Что такое мнение Не у меня есть подозрение Что я его эпизодически видел Я не могу вспомнить По-моему это из Старый-старый Ладно Не важно Нет не смотрели Будем считать что не смотрели Да Да То есть мы слышали Но не смотрели Я опять покупаю Бутыльки арка Ты наркоманы Маньяк Ты вообще уже иди убей Кому-нибудь Так я как бы регулярно Хожу убивать Потом меня почти убивают И я возвращаюсь обратно Так нас спрашивают Какими мы сериалами Увлекаемся Ну я боюсь Это уже не всем Сидеть и перечислять Какими мы сериалами Смотрим Вот Я вообще думаю Что нам наверное Потихонечку можно И закругляться тогда Ну я думаю Да Там я сейчас Вернусь у меня Там сто пудов Уже убьют Да Вернись И просто Порубай Аааа 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 Бой Короче Закончит Умри на поле боя Как мужик Вот так Вот Я думаю Что мы неплохо Так показали Диабло Для тех Кто Может быть Никогда Ее не видел В действии Как видите Если вы играли Первую часть А первую Вдруг нет Как видите В общем-то Она Напоминает Интуитивно Абсолютно Вторую часть Ну или как Вторая часть Является Ее Неплохим Последователем Поэтому Если У вас есть Время Свободная Возможность То мы Очень советуем Поиграть В первую Часть Диабло Действительно Замечательная Игра Вот Ваня Отважно Рубит Всяких Гадов Я кстати Внезапно Не умер Я думал Я щас приду И меня там Стремительно Убьют Ну Подожди Еще Как бы Бутылочки Они уже Иссекают Вот Как видите Здесь Не все Так просто И легко Как Может быть Вы Привыкли В современных Играх Играх Но Тем Не Не Как Челлендж Это Мне кажется Очень Здорово Ну Господи Достыдно Но Купил Столько Ты Наркоты Что Тебе Надолго Еще Хватит О Смотри Ты Больше Не можешь Брать Деньги А Нет Я Могу Могу Да Поняла Вот Ну Скоро У тебя Развальится Шапка И тебе Будет Стучать По Голове Прямо По Лгу И Я Надеюсь Это Даст Свои Результаты Да Может Быть Может Быть Ну То 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 Даже Если Она Действительно Настолько Коротка Насколько Нам Писали То Это Все Равно Будет Неплохим Опытом В Вашей Игровой Жизни Дали Что То Вкусное Вот Тут Если Дают То Ждают Вот Вкусное Прям Радуешься Каждой Выпадающих Хрени Прям Вот Это Меня Тоже Раздражает Немного В Современных Играх Когда Те Дают Много Всего И Ты Типа Уже Такой Типа Не Можешь Короче Это Все Носить Или Жрать Там Или Еще Там Что Для Типа 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 Ох Как Меня Слово И О И Греют Я Уже Промахиваться Стал По Цифрам И так Мы Жить На данный момент Мы ждем Не дождемся Когда Ваня Наконец Убьют Откинет Копыта Давно Он Сыск Ах Ах Я Сейчас Вот Это Толпа Меня Точно Погреец Ну Это Осталось Одно Бутылочка Отлично Отлично Это В Наказание За То Что До Сегодняшнего Дня Так И Не Играл В Диабло А Таташечки Но Я Все Еще Предпочту Вторую Диабло Первой Ну Ради Бога Но Зато Теперь Да Теперь Я Могу Говорил Я Я Играл Да Диабло Первое Ты Умрешь Я Умер В Когда Ты Умрешь Как там Было Я Ренусь В Сватку Нет Я Ренусь В бой Достойных Схватки Последний На сей Век Живи И Умирай В Сей День Живи И Умирай В Сей День Да Я Когда Уже Сдохнуто Это Знакомо Это Откуда Это Из Схватки А Да Отличное Кино Отличное Кино Точно Прям Запомнил Что Что У тебя Я думал Этот чувак Меня убьет А он мне говорит Пожалуйста Не бей Не убивай Вот ты теперь Встремил Какого-то чувака И он говорит Такое Пожалуйста Не обижай Меня Не убивать Не обижать Сохранить Жизнь И я тебе Чего там Подарю Ну это как В русских Народных Сказках Не убивай Меня Иван Царевич А теперь Чего Пригажусь Вот это Блин Что И Ну то что Такое Дай 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 День Умри 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 Да 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 Ходи Пасхади Куда Нибудь Не знаю Вот Вот Сейчас Вот Я Иду Туда Где Меня Не было Еще Так Но теперь Запутался Мы все ждем Не дождемся Когда Ваня Умрет Что Мы могли Как-то так Типологически Завершить Наш Стрим Что Опять Говорит Я Дай Баннер Бла 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 Пошли Все Нафиг Что За Хрень Так Вот Спуск Внизу Меня Точно Нагреют А Три Скелета Давайте Убейте Меня Убей Меня И Выверни Наизнанку Вот Вот Чего Мы Ждали И Свершилось Это Действо Наконец Убили Ваню Он Просто Истерично Отбивался Все эти Два Часа Почти Два Часа Час Сорок Мы Признательны Вам Что Вы Нас Смотрели Что Вы Потратили Эти Час Сорок Своей Жизни Провели Его С нами Это Время Ваня Что Ты Можешь Резюмировать И Подытожить Насчет Своего Потраченного Часа Сорока Ну Я Его Не Жалею Это Были Конструктивные Продуктивные Чуть Больше Чем Полтора Часа И Я Надеюсь Что Мы В ближайшем Будущем К вам Вернемся С Чем Небудь Из Того Что Или Вы Перечисляли Или Что Мы Случайно Вспомним Но Вы Не Указывали Вот И Это Произойдет В ближайшем Будущем Будьте Уверены Мы Обязательно Сообщим Вам Поэтому Ждите Анонсов И Всего Такого До Стречи Да Записи Обязательно Записать Все До Встречи Да С вами Был С ГТВ Лайф Лойф И Александр Кост Пока Пока